то есть в результате сбережения населения и фирм, и инвестировать это, либо пользоваться накопленным капиталом других стран и крупных компаний. В этом смысле привлечение иностранных инвестиций – это более короткий путь к выблагосостоянию, чем самостоятельное накопление всего, что необходимо для производства. Представьте себе, какая-нибудь отсталая страна попытается пройти все стадии развития, изобретений, которые прошла какая-нибудь развитая страна. Она потратит на это еще несколько веков. Она может сократить значительный путь, если она будет пользоваться в данный момент времени теми технологиями, тем капиталом, которые есть в развитых странах. Поэтому критически важно для развивающихся стран привлечение иностранного капитала, иностранных инвестиций, потому что вместе с притоком капитала приходят новые технологии, новые знания и вменяются в известном отношении правила игры. Поэтому приток иностранных инвестиций – это фактор, увеличивающий, точнее сдвигающий гривы производных возможностей в право и вверх. То же самое касается количества ресурсов трудовых, то же самое касается земельных ресурсов. Но есть и другой способ увеличить наши возможности с точки зрения производства СП и ПП, и это технический прогресс. То есть, если мы возьмем с вами такие страны, как, например, Япония или Сингапур, мы увидим с вами, что у этих стран природных ресурсов не так, чтобы очень много, мягко говоря. Мы видим, наоборот, страны с большим количеством природных ресурсов, но нельзя сказать, что очень богатые. Самый яркий пример, конечно, на данный момент – Венесуэла. Пожалуй, это гораздо более яркий пример, чем остальные, и чем примеры, которые мы подумали. Соответственно, вопрос не в том, как говорил Шумпетер, что у вас есть, а вопрос в том, как вы этим пользуетесь. Понятно? В экономике это очень важный момент. Если у вас нет природных ресурсов, это не вида, вы можете использовать имеющиеся ресурсы более эффективно за счет большей изобретательности. Как вы понимаете, капитал, который накоплен в такой экономике, как японская, является очень большим, что позволяет этой экономике иметь очень высокую производительность труда и получать все необходимые блага на мировом рынке. Итак, технический прогресс. Можно ли сказать, что если мы изобретаем двигатель, который потребляет меньше ресурсов, то это эквивалентно тому, что у нас становится больше ресурсов. С точки зрения экономики, между этими вещами нет большой разницы. Если мы изобретаем технологию, которая что-то дешевляет, то это то же самое, как мы открываем новые ресурсы. И в этом смысле эта идея полностью уничтожает вот эти апокалиптические прогнозы, очень популярные, в блокбастерах, в частности, голливудских. Я думаю, что все смотрели «Интерстеллар», как минимум, а таких фильмов очень много, в которых человечество загадило свою планету, задыхается в своих отходах, ресурсов нет, все стоит безумных денег, и люди продолжают гадить уже во Вселенной. И это настолько гадко, что мы должны думать о том, чтобы ограничить наше потребление, стать, наконец, теми, кто заботится о экологии, о природе, потому что иных вариантов нет. Так вот, экологические проблемы, которые возникают, могут решаться отнюдь не только за счет сокращения потребления этих ресурсов, а за счет поиска их более эффективного использования. Собственно, если мы посмотрим на последние 250 лет, то мы увидим с вами, что те ресурсы, которые были, их бы совершенно не хватило для того, чтобы прокормить 7 миллиардов человек, если бы не технический рывок. То есть вместе с увеличением количества людей происходит удорожание ресурсов, а удорожание ресурсов стимулирует предпринимателей искать технологии, которые приводят к удешевлению этих ресурсов. Вот фланцевая революция, которая произошла в США, и которая значительно удешевила нефть, была результатом попытки найти способы снизить цену ресурсов, сделать более доступной. Надо сказать, что в 70-е годы прошлого века идея о том, что человечество ждет экологическая катастрофа, наверное, достигла максимального предела. Как вы знаете, хиппи – это один из элементов той культуры, которая неразрывно связана с неприятием современного общества употребления, которое уничтожает экологию. Отсюда вот эта естественность, не стричь волосы, как можно меньше мыться, и уж не пользоваться различными салфетками, различными источниками энергии, которые позволяют вам решить эти проблемы, но при этом, естественно, уничтожают какие-то ресурсы. Были апокалиптические прогнозы о том, что в начале 2000-х годов в крупнейших городах мира, таких как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Москва, Париж, огромное количество миллионов людей погибнет от голода, потому что будет просто нечего есть. Вот как в этих блокбастерах, всех них заканчивается все тем, что человечество, воды нет чистой, еды нету, люди озверели, друг на друга кидаются, уничтожают, и все потому, что человечество не экономит те ресурсы, которые есть. К чему я об этом говорю? Именно к тому, что действует второй фактор, который вполне может вдвигать перевод производственных возможностей вправо и вверх, даже если мы все больше и больше потребляем. Потому что, повторяю, когда мы больше потребляем, растет цена чего-то, а увеличение цены требует поиска новых альтернативных истежек. Есть такой роман экономический, на Западе очень популярны различные формы такого обучения экономике через художественные произведения, называется «Невидимое сердце». «Invisible Heart». Я думаю, что понятно, к чему отсылает название этого романа «Invisible Heart». То есть «Невидимая рука рынка». Кстати, этот роман есть на русском языке. И там есть сюжет с учителем экономики колледжа. Я сейчас не буду рассказывать сюжет самой книги. Он начинает свой курс по экономике с того, что заходит в аудиторию и пишет на доске две цифры. Первая цифра... Гибрид контрольный сейчас будем писать. Первая цифра – это количество имеющегося запаса нефти, которое есть на земле, и ежегодное потребление нефти. Вопрос, кто на него ответит, сразу получает зачет автоматом. Когда закончится «нет»? Начинаются крики, можно ли пользоваться калькулятором. «Можно». Начинаются подсчеты. Одну цифру называют, другую цифру, третью называют. И все неправильно. Все неправильно. Останавливается и говорит, что она не закончится никогда. Ученики смотрят на него как на сумасшедшего, который достаточно странно решил преподать какой-то урок экономики. Потом он начинает рассказывать, почему это никогда не произойдет. Рассказывает он на основе такого примера, который тоже, наверное, тогда показался школьникам и студентам. Не знаю, как правильно назвать колледжи. Студент, наверное. Странно. Так вот, представьте себе, что вы любите фисташки. У вас есть комната, в которой вся комната напита фисташками. Вы можете потреблять их как угодно, можете приглашать ваших друзей. Вы ни в чем не ограничены. Есть одно правило. Если вы съедаете эти фисташки, вы должны кожуру оставить в этой комнате. Можно ли вы сказать, что в какой-то момент времени количество фисташек ведется до нуля? Очевидно, нет. Почему? Потому что вначале, когда вы начнете только потреблять эти фисташки, вам легко будет найти целую. Следовательно, поиск новой фисташки будет требовать минимальных издержек. Вы сразу будете получать то, что вам нужно. Но в какой-то момент времени кожуры станет настолько много, что вам выходнее будет спуститься в магазин и даже заплатить денег для того, чтобы получить эти фисташки за деньги, чем получать их бесплатно. Почему этот пример? Потому что если мы с вами пользуемся природными ресурсами, такими как нефть или газ, которые объективно ограничены, то по мере их исчерпания будет увеличиваться их цена. Это неизбежные следствия закона спроса и предложения. А если будет увеличиваться цена, то компании, предприниматели будут думать то, каким образом разработать альтернативный источник добычи энергии. Через воздух, через использование атома, через гидроэлектростанции и так далее и тому подобное. Соответственно, все это является средством решения проблемы ограниченности ресурсов. В свое время была очень популярна идея, что единственный способ решить экологическую проблему, это, во-первых, очень жесткий контроль над рождаемостью, во-вторых, нулевые темпы экономического роста. Потому что только нулевые темпы экономического роста позволят сохранить имеющиеся ресурсы в экономике. Экономика слишком быстро развивается, она потребляет ограниченные экологические ресурсы. Если экономический рост не остановить, говорили в 70-е годы представители римского клуба так называемого, это известно, такое движение полу-научное, полу-пропагандистское, таких алармистов они предсказывали. На культуру это очень сильно повлияло. До сих пор почти все блокбастеры завязаны на конец света именно через то, что человечество дошло до такого низкого положения дела. И сейчас, как вы знаете, экологические проблемы являются одним из тех проблем, на который постоянно обращают внимание сторонники домой нового вида государственного регулирования. Если дать людям потреблять то, что они хотят, они все закатят. Поэтому нужно, чтобы государство контролировало эти ресурсы и даже, если необходимо, запрещало их использовать. Второй фактор технических прогрессов показывает, что вполне возможна ситуация, при которой ресурсов мы потребляем все больше, а тем не менее их не становится меньше. Третья причина, которая может двинуть наши кривые производственных возможностей вправо и вверх, это международная торговля. Фактически, международная торговля, так же, как и торговля внутри страны, позволяет использовать разделение труда для того, чтобы получить большее количество благ. У Адама Смита есть знаменитая история или пример с булавочной мануфактурой. Каким образом разделение труда увеличивает производительность труда? Пример достаточно традиционный, азотексальный. Если представить себе производство булавки, которые совершаются с одним человеком, который переходит от одного станка к другому, то есть он и упаковывает эту булавку, и совершает все остальные необходимые операции, то он может сзади произвести не больше 10 таких булавок. Если же это делает несколько человек в результате разделения труда, то это более 48 тысяч. То есть получается, что на одного человека рост производительности даже в такой небольшой деятельности, как производство булавок, является колоссальным. Что говорить про мировую экономику, которая также увеличивает благосостояние для населения. Поэтому международная торговля – это также фактор, сбегающий кривую производственных возможностей страны. Для того, чтобы иметь больше СП и ПП, страна должна найти себя на международном рынке. Вот с помощью этих трех графиков мы можем с вами анализировать то, что связано с экономическим ростом. Теперь давайте вот такой момент анализируем. Предположим, у нас есть две конкурирующие отрасли. Одна производит средства производства, другая – предмет потребления. То, что мы с вами видим на третьем графике вот здесь, это так называемый симметричный технический прогресс или экономический рост. Когда и того, и другого производится больше. Но, возможно, и асимметричный технический прогресс. Как будет выглядеть асимметричный технический прогресс, когда у нас внедряется новая, более эффективная технология в производстве, скажем, предметов потребления? Сдвиг будет асимметричным, то есть вот таким. Видите отличие графика, который я нарисовал? Вот здесь. От того, что нарисован здесь. Здесь сдвиг симметричный вверх. Здесь сдвиг такой, что у нас увеличивается количество предметов потребления, а средство производства не увеличивается. Это результат того, что какая-то отрасль теперь имеет более эффективную технологию. И эта отрасль никаким образом не влияет технически на другую. Видите, они как бы оказываются разделенными. Можем ли мы при этом говорить о том, что это выгодно исключительно тем компаниям, которые работают в области производства ПП? Если мы с вами находимся вот в этой точке, в точке А, возможно ли такая ситуация, что весь выигрыш от новой технологии производства ПП достается отрасли, которая производит СП? Возможно такая ситуация или нет? Да. Что параллельно? Кто? Вот эти две линии, они параллельны здесь. Я как раз сказал, что это симметричный экономический рост, а это асимметричный. Поэтому они как раз и не параллельны. Или же противоположная ситуация будет выглядеть вот так. Я не буду рисовать, но я думаю понятно, что будет выглядеть вот так, если у нас новая технология в производстве чего? СП. Так вот, можно ли представить себе такой переход из точки А на новую границу производственных возможностей, которые сделают выигрыш только для производства СП? Если мы перейдем, скажем, вот в эту точку, в точку В. Согласны ли вы с тем, что увеличилось количество производства СП, а вот количество ПП осталось неизменным? Правильно? Что это означает? Это означает, что когда какая-то отрасль в экономике или какая-то компания изобретает и внедряет новую технологию, более эффективную, это оказывает воздействие и на другие отрасли, делая возможным перемещение в эти отрасли новых ресурсов. В принципе, не обязательно переходить в точку В здесь. Можно перейти вот сюда, в точку В. Можем ли мы сказать, что точка В по отношению к первоначальной точке А означает, что технический прогресс в отдельной отрасли достается всей экономике, то есть другим отраслям. Наверное, понятно, что сфера телекоммуникации или интернет, в том числе интернет, повлияли на колоссальное изменение затрат на поиск информации и на принятие решений. Я имею в виду, значительно сократили эти издержки. И эти процессы повлияли и на отрасли очень далекие от информационных технологий. Это касается и металлургии, это касается чего угодно, то есть тех отраслей, которые вроде бы непосредственно не связаны с IT-сферой. Хорошо. Таким образом, мы с вами рассмотрели кривую производку возможностей и два закона Гусана. Давайте теперь перейдем к ключевой теме нашего курса «Теория рыночного равновесия. Теория спроса и предложения». К этой теме, как я уже говорил, вы должны будете написать эссе. И, наверное, в качестве дедлайда нам необходимо поставить начало декабря. Давайте посмотрим. У нас с вами сегодня 8 ноября. В следующий раз мы встречаемся с вами 22-го, да? 22-го. И посмотрите, в декабре мы с вами встречаемся. Какого числа? Я могу сам посмотреть? 6-го. 6-го. 6-го декабря. 6-го декабря мы с вами встречаемся. И давайте установим дедлайн по эссе «шот ран», то есть по теории рыночного равновесия именно. На 6-е декабря. То есть в следующий раз мы с вами встречаемся, и на семинаре у нас будет контрольное, а через занятие на семинаре у нас, точнее, на семинаре у нас не будет обсуждение эссе, а вы просто должны сдать. На семинаре будет что-то другое. Хорошо? Итак, давайте поговорим об основных элементах этой теории, теории рыночного равновесия. Состоит эта теория из двух вполне понятных разделов. Это, с одной стороны, закон спроса, с другой стороны, закон предложения. Закон спроса звучит так. Количество продукции, которые готовы и способны приобретать потребители при прочих равных условиях, находится в обратной зависимости от цены единицы продукции. Количество находится в обратной зависимости от цены. То есть, чем больше P, тем меньше Q. На осях мы и дальше будем с вами постоянно отвечать эти P и Q. Q – это quantity, или количество P – это price или цена. Demand, и, соответственно, функция Demand – это функция, показывающая отрицательную связь между P и Q. Чем больше P, тем меньше Q, которое мы можем с вами потребить при прочих равных условиях. Центрис парипс, то есть при прочих равных условиях. Давайте рассмотрим три вопроса, которые непосредственно связаны с законом спроса. Это ценовой фактор, влияющий на спрос. Это неценовые факторы или детерминанты сдвига кривой спроса. И это причина вогнутости кривой спроса, то есть нелинейности. Видите, она не является линейной на этой графике. Я здесь для простоты нарисовал функцию линейной. Чем отличается первая часть, то есть изменение спроса, от сдвига кривой спроса? Тем, что здесь при переходе, скажем, из точки А к точку В, единственным фактором, который влияет на этот переход, является изменение цены. Чем меньше цена на какой-нибудь товар, тем больше этого блага мы приобретаем. Чем выше цена какого-либо блага, тем меньше мы его приобретаем. Это только ценовой фактор. Остальные факторы считаются неизменными. Но очевидно, что на нашу кривую спроса влияют и другие факторы, кроме цены. И сейчас, на секунду, мы с вами перейдем на следующий слайд и рассмотрим вот эти факторы, которые сбегают уже функцию спроса. Например, сдвиг этой функции вправо и вверху, это будет переход из точки А, например, в точку С. Когда у нас растет и цена какого-нибудь товара, и количество потребления этого товара. Как вы думаете, если мы возьмем цены за последние 20 лет на бензин, какую мы видим динамику в рублях у себя? Вот так, да? Как вы думаете, если мы возьмем динамику потребления бензина, как она будет выглядеть? Получается, что статистически, чем больше цена, тем больше мы употребляем. Нет? Нет. Или, например, в другой случай с хлебом. Хлеб, как вы думаете, за последние 15 лет сильно подорожал? Да. Нет, не сильно? Сильно. Я помню, когда там панка стоила меньше 10 рублей. А автобус автобус стоил 5 рублей. Я даже помню, когда рубль стоила. 3 рубля за остановку было еще. 3 рубля за остановку? Помню. Когда было 3 года или сколько? Да, это было 10. Вы помните цены. Правильно? 3 года нужно запоминать цены, прежде всего. Это важный опыт жизни человека. Цены в детстве. Есть с чем сравнить старости. Так вот. Понятно, что когда мы с вами говорим о ценовом факторе, то есть, например, цены чем больше закон спроса утверждает, тем мы должны употреблять меньше. А статистически мы вроде видим как? Что у нас и цены на бензин растут, и потребление в бензин растет. А почему? Потому что у нас двигается спрос. Потому что есть факторы, которые увеличивают спрос, увеличивают именно его. Не означает переход внутри одной функции, а означает увеличение спроса. Ну, давайте представим себе какую-то страну, которая предлагает услуги образования. Международные услуги образования. И она может привлекать иностранных студентов, может не привлекать иностранных студентов. Согласны ли вы с тем, что если мы посмотрим на то, как поведут себя потенциальные студенты без иностранных студентов, то чем ниже будет стоимость образования, тем больше будет студентов. Согласны? Что называется при прочих равных условиях. Если, например, какая-то страна или какой-то вуз ориентирован только на внутренних студентов. То есть количество ресурсов, точнее не количество ресурсов, а спрос, функция спроса у него задана. Правильно? И если он снизит цену, то количество желающих при прочих равных условиях должно стать больше. И наоборот. Согласны? Если цена высокая, спрос меньше. Правильно? Но что если количество желающих учиться становится больше? Например, если привлекаются иностранные студенты или в целом людей становится больше? Например, в результате увеличения рождаемости примерно до 17-18 лет назад. Так называемые baby boomer приходят учиться. Мы с вами об этом говорили. Это приводит к чему? К увеличению спроса. Увеличение спроса – это сдвиг спроса вправо и вверх. Например, второй фактор, который сдвигает приводит к чему спроса – это изменение числа покупателей. Если вуз ориентирован на мировой рынок, то числа покупателей становятся больше, если что, если привлекаются иностранные студенты. Согласны? В каком случае еще увеличивается число покупателей? Не обязательно говорить именно на сфере образования. Вот скажем, любая компания, чем бы она ни занималась, она думает о том, как ей расширить рынок сбыта. Правильно? А что значит расширить рынок сбыта? Найти новых покупателей. Это могут быть покупатели в другом регионе. Мы представляем себе, я не знаю, сеть кофеин или сеть ресторанов или сеть магазинов сотовой связи, которая проводит экспансию в регионы или в другие страны. Что она делает? Она фактически ищет тех, кому это можно было продать. Она стремится увеличить число покупателей. Что еще может влиять на спрос? Изменение вкусов потребителей. Что-то становится модным, и люди начинают это потреблять больше. Что-то выходит из моды, и люди этого потребляют меньше. Есть, конечно, сезонный фактор. Например, очевидно, что холодные напитки и мороженое пользуются меньшим спросом в зимний период, большим спросом в летний период. Хотя это все тоже может колебаться в зависимости от региона и в зависимости от конкретной группы людей. Студенты, мне кажется, все время готовы. Есть мороженое, да? А холодные и прохладительные напитки я не знаю. Изменение дохода. То есть, собственно, почему происходит то, что мы с вами описали? Почему у нас и цены на бензин растут и выросли значительно, и потребление бензина выросло? Потому что у нас выросли вместе с этим доходы населения. И увеличение доходов привело к увеличению спроса, а увеличение спроса привело к увеличению цены. То есть, здесь цепочка такая. И закон спроса этим примером не нарушается. Потому что я же вам привел пример, который в буквальном смысле означает, чем больше цена, тем больше люди покупают. Если мы берем статистически, люди стали больше потреблять бензина, и цены на бензин выросли. Значит, что? Чем больше цена, чем больше люди покупают? Что непропорционально изменилось? На сходы и цены на бензин. Вы имеете в виду не на 100% один к одному? Естественно, это и невозможно нигде, чтобы было на 100%. Мы говорим о том, что в целом увеличение доходов привело к изменению цен на, в том числе, бензин. Потому что, естественно, доходы направляются на что? И на другие товары. Но очевидно, что это был важный фактор. Не единственный, но важный фактор увеличения спроса на бензин. Почему? Потому что люди стали позволять себе приобретать автомобили либо в кредит, либо непосредственно. Их количество увеличивалось и увеличивается. Хотя сейчас с этим скорее проблема. Но вообще в целом вы знаете, какое у нас положение в экономике. Но если взять в период 15 лет, то, конечно, значительное увеличение доходов, в общем, у некоторых групп населения в разы увеличились эти доходы. В последние несколько лет же цены бензина растут непропорционально, а рост доходов. Законы в экономике действуют так же, как в физике. Если листочек вы опустите, то есть вот в руках у вас листочек, вы его отпустите, то он при прочих равных условиях должен упасть на Землю. Правильно? Так действует закон гравитации. Когда мы рисуем тело, находящееся на поверхности под определенным наклоном, мы рисуем дальше силы, которые действуют, в том числе силы трения. И в принципе, вы можете сказать, ну вот мы листочек опустили, дунули, он полетел вверх. Нету гравитации. Закона гравитации не существует. Мы говорим о прочих равных условиях. Поэтому понятно, что кроме изменения доходов, есть другие факторы. И вы, наверное, сами можете объяснить, почему у нас высокие цены на бензин, несмотря на то, что доходы наши падают. Реальные доходы у всех групп населения, за исключением тех групп, которые связаны с военно-промышленным комплексом, тех, кто связаны с бюджетом, тех, кто связаны с сельским хозяйством, они в основном падают. И то не все, я здесь наконец-то тоже говорю. Что еще, что влияет на то, что у нас высокие цены на бензин? Цены на них за последние годы очень серьезные цены на нефть снизились. Они снизились примерно в три раза. Но цены в бензин не снизились в три раза. А вы только закрыли поставки иностранного оборудования нашим истинным компаниям частично. Естественно, мы должны понять, что на цену влияют не только спросные предложения. А те игроки, которые предлагают эти услуги, их количество ограничено, это достаточно серьезные доли государства. Поэтому, когда спрос на бензин является неэластичным, мы знаем, что потребление бензина неэластично по цене. Человек, который покупает бензин, если завтра он подорожает на 5%, а это очень приличное удорожание за несколько дней, то он, скорее всего, не сократит на 5% потребление автомобиля. То есть, в часовом, или в километраже, или в чем-то. Ну, то есть, скорее всего, он продолжит пользоваться, он будет ругаться очень громко, если ему все это не нравится, но спрос он продолжит пользоваться этим товаром. Так же, как алкоголик, если повысит цены на алкоголь, или наркоман, если вырастет стоимость соответствующего наркотика. Поэтому, конечно же, это связано, если говорили о последних 4-5 годах, это в основном связано с предложением. Но мы сейчас говорим о прочих равных условиях. То есть, не будем этот листочек поддувать вверх, чтобы опровергнуть Ньютона. А вот Ньютон не прав, смотрите, листочек будет вверх. Хотя бы какое-то время. Но какое-то время, получается, Ньютон не прав. Все? А если там этим пылесосом, то все совсем по-другому. Ведь Вселенная совсем по-другому устроена. Ньютон еще не понимал. Ньютон тоже, тем более. Он просто запутался. Все относительно, мы все еще не смог сделать. А вы экспериментальным путем показали, что все не так, как кажется. Понятно, что здесь нужно корректно проводить сопоставления и факты и прочие оставлять не сменными. Как мы делаем при экспериментировании естественных наук. В экономике же невозможно провести эксперимент? Или возможно? Ну, есть такое направление модное, за него в последнее время даже стали давать дуберские премии «Экспериментальная экономика». Но здесь, конечно, много сложностей, потому что вот мы рисуем с вами кривую спроса, а некоторые любители психофизиологических исследований, бихевиализма, они, например, на основе своих экспериментов рисуют функцию спроса крысы на зерно. А на самом деле можно нарисовать в результате экспериментальных действий. Как? Ну, вот, скажем, помещаем крышу или мышку в лабиринт. И длина лабиринта – это как бы издержки на что? На то, чтобы получить зернышко. И чем больше этот лабиринт, тем меньше желание этой мышки бежать за этим зернышком. Чем короче, тем больше зернышек она подрегает. Значит, что у этой мышки есть функция спроса на зернышко. Понимаете? То есть мышка ничем не отличается от человека. Она ведет себя так же. Тоже есть функция спроса. Она колеблется. Я не знаю, правда, от чего может колебаться функция спроса мыши на зерно. А, немного, нынче. Нынче это не то. Вкусы изменились. Не хочу больше зерна. Изменение дохода. Ну, то есть какие-то локальные такие эксперименты, наверное, возможны. Они не будут иметь какого-то универсального значения. Для описания людей. А уж эксперименты на уровне всей экономики, чтобы прочие факторы не менялись. Как вы себе представляете? Например, как можно поставить эксперимент в экономике, увидеть действие фактора увеличения, например, безработицы на количество самоубийств. Представляем себе исследователей, которые следят. Так, безработица растет. Опа, 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 пошел, 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 пошел. Интересно, работает? It works. Интересно как. Или, например, бац, запустили инфляцию. Как народ будет видеть, а? Хе-хе. Смотрите, как интересный процесс пошел. Интересный опыт. Может, так и делают. Да, я хотел бы рассказать, что возможно у нас так и делают. Возможно у нас из научного интереса над нами экспериментировали последние лет сто. Интересно, что мы вообще можем выдержать? Это степень нашего сопротивления. Да, выйти кому? Да, конечно. Только выйти. Хорошо, значит, изменение дохода. Понятно, как влияет. Если наш доход вырос, что происходит в демант? Величивается. В каком случае демант будет падать? Если наши доходы сокращаются. Можно ли сказать, что за последние 5 лет на многих рынках возникает проблема с продажами продукции? Именно потому, что у людей стало меньше доходов. Я думаю, что несложно увидеть это явление. Что еще влияет на функцию спроса, сдвигаясь вправо или влево? Это изменение цен на так называемые сопряженные товары. Сопряженные товары – это те, которые связаны через ценовой механизм с основным товаром. Опять же, это товары дополнения, либо товары-субституты. Те, которые будут заменены? Товары-субституты – это и не субституты, заменители. Ну, понятно, что это слабый заменитель, но тем не менее человек, если он сталкивается с удорожанием бензина, может вклопнуть в дверцы своего автомобиля и поехать на общественную транспорт. Но надо сказать, что он далеко-то не уйдет от этих законов экономики, потому что цены, скорее всего, если выросли на бензин, они вырастут и на общественную транспорт. Ну, они вырастут с 1 января, а ты с 1 января. То есть, какое-то время он может выиграть, но его, наверное, решение будет не на 100% эквивалент. Ну, то есть, это разные вещи. С товар-субституты – какие у нас существуют еще товары, которые сопряжены друг с другом? То есть, если растет цена на этот товар, например, на товар-субститут, то наш товар будет… Что с ним происходить? Мы будем говорить чай-кофе. Чай-кофе. Масло-магарин. Масло-магарин. Еще колбаса куриная и колбаса из говядины. Ну, вот, скажем, если взять кефир-йогурт, можно взять? Нет, нельзя? Разные вещи. Ну, извините, а что не разное? При желании можно любой субститут рассмотреть, как не вполне субститут, правильно? Нет, это не субститут. Вы еще скажите, что можно заменить Apple Самсунг. Да.